Так, видно, да, мою презентацию? Да. Слышно меня хорошо? Слышно, да. Значит, ну, я рада приветствовать коллег и, как всегда, со своей любимой темой, хотя, конечно, я в своей жизни работаю психологом и без собак, но это мой любимый метод, метод канистерапии с привлечением собак-терапевтов. В нашей презентации будет много фотографий, потому что я понимаю, что это вызывает наибольший интерес, поэтому, если что-то из технической части будет не совсем понятно, я с удовольствием отвечу на вопросы. Итак, значит, этот метод, у нас существует команда, которую мы называем друг для друга. На сегодняшний день в ней три специалиста-канистерапевта и шесть обученных рабочих собак-терапевтов, которые имеют положенные сертификаты и имеют право, допускаются к работе с детьми-инвалидами, с людьми с инвалидами, в общем, в этой корочке написано, что они являются техническим средством реабилитации. Я могу поспорить по поводу технического средства, но других форм пока у нас в государстве нет. Мы накопили большое подработание с использованием этого метода. Здесь перечислены учреждения, в которых мы оказывали или оказываем до сих пор услуги по канистерапии. И сразу оговорюсь, что такой услуги официально в реестре, в перечине услуг на сегодняшний день не существует. Мы также выполняем, как все остальные, социально-психологический патронаж, социально-психологическое консультирование и социально-психологическим тренингом занимаемся. Плюс привлекаем социально-педагогические услуги, если нам не хватает, и выполняем, например, организацию коммуникативного пространства. Это тоже входит в эту отрасль. — Извините, Лариса, вы можете сделать показ слайдов пошире? — А, не знаю. — А вот наверх там, видите, показ слайдов у вас. — Сейчас посмотрим. — По верхнему меню. Вот-вот, левее. — Ага, вот. — Аказ слайдов, да. — Да, вот с текущего. — Сейчас, секундочку. — Вот сюда. — Спасибо. — Отлично. Так хорошо будет, да? — Да. — Значит, мы работаем в Доме молодежи «Колпинец». В Центре реабилитации инвалидов, детей-инвалидов поддержка. На Васильевском острове, в Центре подростковых клубов, мы уже не работаем по независимым от нас причинам. В городе Павловске ДДИ номер 4 интернат обслуживаем. В Петергофе в связи с пандемией сейчас тоже не работаем. И в Колпинском районе работаем еще в Центре социальной помощи семье и детям. И Дом ветеранов науки — это работа с пожилыми людьми. Она, как бы, сегодня к теме нашего выступления не очень относится. Значит, поскольку учреждений много и везде условия для работы предоставляются разные, нам в связи с этим приходится придумывать свои технологии, методики, подметоды. Вот, в этом большом, в общем-то, достаточно широком методы канистерапии. И это зависит от тех условий, в которых мы проводим занятия. Одно дело — это площадка учебно-дрессировочная на улице. Совершенно другое дело — небольшая комната в детском доме или это большой зал там в доме. Вот, в зависимости от этого мы создаем разные технологии. Значит, по форме, сразу расскажу по форме, наша канистерапия может оказываться как услуга на дому у клиента, ну и в помещении учреждения. На дому у клиента это будет социально-психологический патронаж. Ну, а в помещении мы можем работать индивидуально и групповую работу проводить. Также это может быть в закрытом помещении или на открытой территории. Значит, обратно уже, я не знаю, как вернуться. В общем, там была фотография индивидуальной работы, а это показ, пример, групповой работы. Значит, группы у нас бывают, ну, если я отношу, отдельно выделяю группы семейные, и речь о обычных стандартных классических группах идет, когда уменьшенные группы — это буквально 2-3 человека в работе. Детки, когда с достаточно сложной патологией, да, достаточно тяжелые, и мы больше просто не можем физически объединить их в одну группу. Вот, малые — это 5-6 человек тоже, в основном, когда речь идет о ребятах с особенностями в развитии. И инклюзивные, если у нас в составе группы, скажем так, условная норма, присутствует несколько человек с особыми возможностями здоровья, то здесь группа может быть размером до 12 человек и больше. Значит, собственно, перехожу. Я остановилась на слове «методы», потому что мне это привычнее, но, наверное, правильнее это рассматривать как подметоды или технологии, или методики. Здесь я могу немножко путаться. Я оставила привычные мне выражения. Например, метод присутствия частичной включенности. Значит, здесь психолог использует собаку, как правило, одну, один специалист, одна собака на группу детей, и в основном проходит занятие в качестве социального, в виде социально-психологического тренинга. Я социальный психолог, мне эта тренерская работа ближе всего и хорошо знакома, интересно и приятно. И собака, в общем-то, является неким таким мотивирующим фактором, таким модератором отношений. Ну, в общем, она усиливает динамику группы, усиливает процессы. Ну, естественно, все задания, которые я даю ребятам, они крутятся вокруг животного, вокруг собаки. Она спокойно пребывает, присутствует на занятии, ее можно в любой момент обнять, погладить, прижаться к ней, попросить у нее помощи. В общем, такой вот метод включенности. Дальше. Вот пример тоже такого метода включенности на фотографиях. Следующий метод. Это мой основной метод, в котором я работаю, наверное, больше всего количества времени от всей работы. Это метод управления собакой. Как дрессировщик профессиональный я его очень люблю. Я считаю, что для того, чтобы обучиться управлять собакой, нужно научиться управлять собой, своими мыслями, действиями, чувствами. В общем, такой очень дисциплинарный курс. И ребята, особенно с особенностями в развитии, им он очень полезен, в чем они начинают структурировать свою деятельность. Они лучше начинают ориентироваться в пространстве. Мы работаем с крупной и с мелкой моторикой. Они научаются четко слышать инструкцию, выполнять ее пошагово, выполнять некие алгоритмы, которые им потом помогают в обычной жизни, в развитии бытовых навыков. Что-то выполнять пошагово. Главное – уметь этот перенос осуществить. Но, собственно, для этого мы здесь не просто дрессировщики, а именно психологи. Наша задача – еще перенести это все на меру людей. Скажем так. И, значит, я представила векторную модель, с которой будет понятно, что, развиваясь по всем четырем осям, мы получаем более развитую и гармоничную личность в целом. То есть у нас идет… Неважно, по какой оси мы начнем двигаться, и вот мы начинаем с управления собакой. Но при этом мы для того, чтобы управлять собакой, мы должны понимать ее. А чтобы понимать ее, мы должны понимать себя. И чтобы управлять, ей мы должны управлять собой. В общем, когда вкупе все эти четыре вектора выполняются, то в целом мы достигаем тех целей, которые нам интересны, желательны и необходимы. Ну, вот они у меня достаточно такие все построенные. И ребята, и собаки все очень послушные. Ну, и действительно, это вот такая дисциплинарная, в общем-то, вещь, которую никто никогда не отменял. Следующий метод – метод выкладывания. Чаще применяется либо с маленькими детками с отделения раннего вмешательства, либо с ребятами, имеющими тяжелые множественные нарушения развития. Вот. Это уже более такая высокая ступень. Я считаю, мы специально с коллегой, это Мансурова Татьяна Владимировна на экране, тоже канистеропевт. Мы работаем в паре. У нас одна стая собак на двоих. Ну, три собаки живут у меня, три собаки у нее. И мы специально доучивались при Первом медицинском институте двигательной реабилитации и постуральной коррекции, чтобы иметь право, мы психологи, и я социальный психолог, Татьяна Владимировна хотя бы специальный психолог, чтобы иметь право вот так вот вручную, как говорится, с детками работать. Ну, теперь мы не боимся это делать, сделаем это более уверенно, получив некие знания и опыт. Значит, в зависимости от цели и задачи работы с ребятами, да, вот, ребенок выкладывается в той или иной позе, находится в ней определенное время. Значит, все можно пояснить, для чего и зачем это делается. Просто так детей к собакам и не прикладываем, да. Значит, в чем суть этого подметода, этой технологии? При соприкосновении тела ребенка, ну, и любого человека с собакой, начинается мышечная релаксация. Там проводили научные исследования по поводу того, что выделяется некий гормон, отвечающий за расслабление, и он снимает спастику мышечную. То есть тело становится более мягким, бутаперчевым, податливым, и с телом можно работать, да, можно пытаться чуть-чуть подкорректировать нарушенную структуру тела ребенка. Вот это детки с отделения раннего вмешательства наше из Центра поддержка. Вот. И еще несколько кадров. Очень нравится серия вот из этих трех фотографий, когда видно, что ребенка принесли на занятия, медперсонал это в детдоме, принесли ребенку очень зажатого, скрюченного, то есть видно, что вот спастика ему мешает лежать свободно. Значит, ну, благодаря каким-то действиям, там промежуточным их еще было много, мы ребеночка растягиваем в данном случае. Вот. И посмотрите, с каким удовольствием и наслаждением он лежит, в данном случае она, девочка Настя, да, лежит на собаках, и собаки, дрессированные, конечно, должны быть от и до, вот. Вот. Не дай бог, в этот момент им шевельнуться там или дернуться, или подвинуться, этого мы не допускаем. То есть это уже профессиональные собаки с большим опытом работы, и они не позволят, даже если ребенка с них уже сняли, они еще какое-то время будут оставаться в этом положении, пока я не позволю им положение поменять. Следующий метод. Ну, мы знакомы вам всем, как психологам, когда вы используете свои работы, это театрально-постановочные ролевых игр, так я его назвала, объединила, потому что, ну, по сути, где-то у нас это одно и то же. То есть разыгрываем всевозможные ситуации, ставим сценки, развиваем творческие способности. Вот этот пару кадров очень интересный тем, что молодой человек в белом халате, который сейчас изображает врача, изначально был к нам направлен на канистерапию с большим страхом собаки. Вот. Собаку он боялся, в принципе, завидев собаку за версту, он кричал со страшной силой, неважно, собака большая или маленькая, и мы начинали свою работу, пригласив его в группу в качестве наблюдателя и отгородив поначалу стульями. Вот он сидел за этой баррикадой стульев, несколько занятий, потом мы как-то ненавязчиво это стулья, значит, слегка убрали, потому что нужно было его сфотографировать, он очень любит фотографироваться. Потом он сидел уже без стульев, собаки проходили мимо него, они были управляемы другими детьми. То есть у меня все собаки управляются тем человеком, который взял в руки поводок. Мое присутствие, оно, ну, такое, скажем, в виде наблюдателя, да, в виде контролера. Работают они непосредственно с ребятами сами, собаки. Вот. И вот он дошел до стадии, этот молодой человек, Константин, того, что он, в общем-то, собаку уже подошел к ней совсем близко, он уже может ее чуть-чуть потрогать, он может ее послушать, прибором погладить, потому что вот это опосредованное взаимодействие, оно не так страшно через поводок, через трубочку, через что-то. Вот. Ну, в дальнейшем он будет касаться собаки рукой, и обязательно мы этого добьемся. Вот. Ну, и используем иногда и плюшевых помощников, потому что наши могут устать, заболеть, тут-вот-вот. Это редко случается. Чаще ломается машина, может быть на улице сильный мороз, мы не можем работать на улице и работаем с ребятками в помещении, допустим, там, куда вход собакам запрещен, и тогда используем плюшевые игрушки. Вот пример эксклюзивной группы, да, то есть один ребенок, это уже наш почти волонтер, вот, хорошо управляющийся собакой, да, а вторая девочка, ну, с некоторыми особенностями в развитии, и в паре они совершенно замечательны, даже в тройке, здесь в тройке они совершенно замечательно работают, вот, и смотрятся совершенно замечательно. Пятый метод. Метод здоровой конкуренции. Это наша традиция уже. Во-первых, в течение года мы проводим всевозможные стафеты соревнования, но в конце года, в мае, ну, вот за исключением был 20-й год, да, в связи с известной ситуацией. Вот, мы всегда выезжаем за город, в поселок Шапки, и там ребята имеют возможность продемонстрировать все, чему они научились за город, то есть уже в реальных таких полевых условиях, с костром, с сосисками, с озером, где я всегда изображаю утопающего, и собаки меня спасают, значит, показывают еще спасение на водах, плюс элементы поисковой службы мы берем, то есть ребятки прячутся в лесу, ну, не глубоко, не далеко, там за кустиками, за деревьями собаки их находят, ну, в общем, очень интересное такое мероприятие, длится оно утром, мы выезжаем, у нас есть транспорт свой, и как бы на микроавтобусе вечером возвращаемся довольные и счастливые, вот, ну, понятно, что это дом, тут даже много говорить не нужно, и, да, хорошо, что родители принимают, тоже бывает в этом участие, и я так плавно перехожу к семейной канистерапии, я не считаю это отдельным методом, потому что те все методы, которые я перечислила, они сюда же входят, да, то есть мы здесь и ролевые игры можем применять, со сменой ролей особенно, да, когда ребенок командует мамой, которая управляет собакой, в общем, это совершенно замечательные варианты, если у семьи есть своя собака, и она более-менее подходит для такой работы, мы ее используем, вот, если такой собаки нет, мы привлекаем своих собак, в разных ситуациях это происходит по-разному, так, ну, вот пример бабушки и дедушки участвуют, это наша загородная база, ну, так у нас еще получилось, мы в свое время вложили средства личные собственные, да, сделали такую загородную базу на дачном участке, где мы можем принять семью или несколько человек подростков, вот, и в данном случае вот семья, которая к нам приехала с мальчиком, вот, инвалидом, не только получает в канистерапевтические услуги, но еще и может наслаждаться свежим воздухом, природой, на природе все это очень естественно, общение с собакой замечательно. И, да, это наши клиенты, центр поддержка, реальные, ну, и, наверное, осталось перечислить, да, какие позитивные изменения мы наблюдаем, здесь, конечно, очень так кратенько сжато, вот, в когнитивной сфере это развитие внимания, наблюдательности, логического, креативного мышления, образно-действованного мышления, памяти, эмоциональная способность к пониманию своего эмоционального состояния, состояния других, умение выражать и контролировать эмоции, сопереживание, сочувствие, доброжелательность, позитивность. Ну, и волевое – это умение преодолевать трудности, принимать решения, перенимать опыт, настойчивость достижения целей, терпение, выдержка дает богатое терпение, смодерсировка, и вместе с тем быстрота реагирования. Это тоже необходимо, потому что животные, они все достаточно поднимают. Ну, и на этом я позволю себе закончить. Спасибо за внимание. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо огромное. Конечно же, очень интересно. Я думаю, что, да, вот коллеги просто у них на лице. Ну, очень интересно, да, было приятно наблюдать за интересованные лица. Конечно, конечно. Я помню, я один раз в четвертом детском доме увидела занятие, пока не с терапией, до сих пор мне перед глазами стоит как раз это, видимо, головокладывание. Производит огромное впечатление. Конечно, я думаю, что и вопросов много всяких, кроме восторгов. Да, коллеги? Пожалуйста, ваши вопросы и комментарии. Я скажу, что я ни разу не слышала даже про документы, честно. Хотя я в социальной сфере работаю уже два года. И я, честно, первый раз. И я прям только попросила, чтобы в большом экране, чтобы посмотреть и разглядеть. Да, это правда интересно. Ну, я прям восхищалась. Это прям круто. Спасибо, это действительно интересно, да. Поэтому я этим и занимаюсь так давно. И так с энтузиазмом. Да, я хотела спросить, а вы только на юге занимаетесь? У вас какая-то отдельная сфера? Как это вообще существует? Я поняла ваш вопрос. Дело в том, что у нас в городе и вообще в стране в целом канистерапия существует как некое волонтерское направление. Таких специалистов, которые работали бы в государственных учреждениях. Ну, вот есть еще в Москве психолого-педагогический центр департамента города Москвы. Значит, там проводится канистерапия на постоянной основе. И там набран штат сотрудников, которые реально получают за это заработную плату. Во всех остальных, в основном, случаях, да, то есть люди просто это волонтеры. Возможно, они пишут некие программы, находят гранты для этой работы, да. Вот. И осуществляют эту деятельность на волонтерских началах, заключают непосредственно контракты с некими учреждениями, которые готовы их принять. Ну, и на определенных условиях там как-то с ними сотрудничают. Вот. Задача вообще у нас есть в городе ассоциация развития и поддержки канистерапии. Ну, я так со своей стороны скажу, она достаточно жесткая. Организовали ее медики. У них очень серьезные требования к тем, кто собирается и хочет заниматься канистерапией. Они обязательно должны пройти у них обучение на базе первого меда. Ну, собственно, вот то, что в свое время мы осуществили с коллегой, чтобы получить сертификаты. Потому что, в общем-то, ну вот еще в Москве можно получить сертификат. Больше такого серьезного обучения никто в стране у нас не дает. Вот. Где они занимаются и как именно, я не могу вам за них ответить, да. Возможно, они как раз охватывают еще север, в большей части север нашего города. Я знаю, что в Приморском районе есть канистерапия. Вот. Ну, именно где и кто и когда ее осуществляет, не могу вам сказать. В Сосновой, в Красносельском районе, в Сосновой поляне, там одно время существовал, проводились занятия на базе такого же центра, Центра социальной реабилитации занятий. Но на сегодняшний день, к сожалению, угасли, специалист ушел. Ну, в общем, пока все это еще на стадии становления. И, к сожалению, я говорю, вот в реестре специальности нет такой специальности канистерапевта на сегодняшний день. Вообще она существует только в одной стране мира, это Польша. И нет таких услуг конкретно, которые бы проходили под маркировкой канистерапии. Вот. То есть мы психологи, мы стоим в должности обычных психологов. Просто нашим инструментом, вот если у Яны там являются краски, там кисточки, то у нас там является собака. Вот. Это наш инструмент, ну, такой живой, уникальный, необычный, но это все-таки инструмент в опытных руках психолога. То есть человек должен уметь работать с детьми, с людьми без собаки. Вот. Но собака как бы просто вот такое чудное совершенно дополнение помощника. Поэтому я охватываю юг, скажу просто по одной причине, потому что мне больше не охватить уже. Вот. Поэтому я живу в Колпино, и мне, естественно, удобнее вот захватывать эту территорию. Я слышу, да. А к вам записаться или как-то? Ну, просто у меня вот есть клиенты, которые, ну, там, в силу поселения там переезжают. Как раз там мальчик, который вот очень сложный, он на дому, ну, как бы, на дому его я прихожу. Так, секундочку. Хорошо, в России не включи. То есть как это? Да. Значит, поскольку мы работаем на базе государственных учреждений, то вы должны быть клиентом этих учреждений. Если вы не клиент этого учреждения, то вас выринять мы не можем. У нас, к сожалению, нет своего зала. Мы пытались какую-то коммерческую форму работы организовать, там, брать в аренду зал. Но, к сожалению, клиенты наши, родители деток, которые с особенностями в развитии, там, часто мамы одни, ну, они не в состоянии, да, как бы оплачивать эту работу. А на базе госучреждений мы работаем бесплатно. Ну, смысл, мы работаем за зарплату, то есть родители ничего не платят за эту работу. Поэтому организовать какой-то коммерческий проект, чтобы он был рентабельным и чтобы можно было содержать в аренду зал и получать еще какой-то доход, там, содержать собак и содержать нас самих, вот, такого у нас, к сожалению, на сегодняшний день пока не получилось. Я все время веду переговоры, в том числе разговор был с в прошлом вице-губернатором Митяниной, Анной, по поводу создания центра в Коповском районе. Вот. И, в общем-то, все к этому относятся одобрительно и позитивно. И, в общем-то, решение даже уже принято о создании центра, реабилитации, адрес уже назван. Но сколько пройдет лет, пока этот центр будет построен, это никому неизвестно. И доживем ли мы с вами до создания этого центра. Очень хотелось бы, конечно. Вот. Поэтому, раз решение положительное принято, то как бы дальше двигать эту историю не получается, да, то есть решение уже положительное есть, а стройка не начинается и как бы пока непонятно. То есть именно центр реабилитации пока не в терапии? У нас планируется в Колпино строительство большого современного большущего центра с двумя бассейнами для реабилитации в целом. И при нем отдельным крылом или отдельным зданием, там позволяет большая площадь, вот, будет центр, я его назвала, центр социальной кинологии, чтобы туда могли за помощью обращаться люди с разными проблемами. И семейная, чтобы там терапия была, канистерапия, и просто некие кинологические услуги, которых сейчас наши граждане, к сожалению, лишены. То есть какие-то тяжелые ситуации именно с собакой в семье возникают, она кого-то кусает или не слушается, или дети не справляются, или с ребенком не справятся. Который мы эту собаку завели, да, там. И вот по этому вопросу обратиться, по большому счету, некуда. Если такой центр будет, то можно будет обращаться, там будут такие специалисты, вот, и зоопсихологи, в том числе и психологи, и канистерапевты, и просто кинологи. И спорт можно будет кинологически развивать. В общем, ладно, в громадил. Круто. Они осуществлялись. А пока, к сожалению, с этим все сложно. То есть в частном порядке я могу оказывать услуги только на дому, потому что у меня нет помещений для работы. Хорошо. Спасибо большое за это. Пожалуйста. Спасибо вам большое за такое прекрасное, можно сказать, презентацию, что вы нам продемонстрировали, как это все проходит. Потому что вот я слышала об этой терапии, да, канистерапии. Вот. Но не видела. А вы позволили бы очень соприкоснуться, прочувствовать это. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Ну, я подумала всегда, что видеоматериалы, фотоматериалы, они очень яркие, наглядные, лучше запоминаются, чем сухие таблицы. Я тоже хочу выразить свой восторг. Я не знала, что в Санкт-Петербурге реализуется такое направление. Просто восхищаюсь. Вы делаете такую большую невероятную работу. Так здорово и замечательно. Спасибо большое. Вот я хотела бы еще добавить, что, ну, я надеюсь, что вот эта ситуация с пандемией там у нас в конце концов когда-нибудь закончится. И на базе Дома молодежи Колпенец у нас в прошлом году, как раз в феврале месяце, был открыт проект «Друг собака КЛП». Поскольку вы сказали, да, работа действительно очень большая, и я уже давно ее делаю, и долго уже начинаю уставать. Вот этот проект был как раз направлен на то, чтобы собирать, набирать волонтеров, особенно среди молодых людей, потому что Дома молодежи, ну, понятно, это молодежная политика. Вот, со своими собаками, в первую очередь, да, отбирать тех собак, которые подходят для такой службы, обучать их, обучать людей. И, в общем-то, уже охватывать и юг, и север, и запад, и восток, да, потому что одной мне уже совсем, ну, вдвоем там, втроем. Вот мы подготовили одного специалиста на сегодняшний день, вот, она поступает на работу в Центр поддержки, у нас будет третий канистер обед в Центре поддержки, вот. Вот, ну, это вот единичный, как бы, случай, а хотелось бы, ну, не то, чтобы совсем массово там, да, не тысячами, но хотя бы там несколько десятков людей реально подготовить для такой работы, потому что и мы устаем, и собаки устают. По сравнению с тем, какое количество времени собаки имеют право работать в других странах, заниматься канистерапией, наши перерабатывают в разы. То есть там разрешено собаке работать максимум там два раза в неделю, там по два часа. Наши работают каждый день, и не по два часа, а гораздо больше. Но, поскольку я опытный дрессировщик, я знаю уже способы как бы предупреждения их выгорания. Собаки выгорают так же, как и люди в своей работе, поэтому мы очень строго соблюдаем режим труда и отдыха для наших животных, в поле содержания. Вот, они постоянно выезжают на загородную базу, они постоянно выезжают в Карелию отдыхать, вот, то есть они плавают, ходят по лесам, загорают, хотела сказать. Ну, в общем, имеют... А зарплата у них какая? Зарплата у них какая? Лично у них никакой зарплаты нет, к сожалению. То есть они в штате не числятся, оплачивается только моя работа психолога, поскольку учреждений, которые мы охватываем много, да, и официально, ну, вот, до начала пандемии, официально имела шесть мест работы государственных. То есть в случае моей болезни мне приходилось брать шесть больничных сразу на руки. Вот, это очень неудобно. Вот, и в каждом учреждении мы появляемся, там, ну, раз в неделю, может быть, там, на пару часов, да, ну, не в каждом, некто. Где-то мы появляемся раз в неделю на пару часов, где-то мы, значит, больше работаем времени. Ну, при всем при этом, да, где-то это полставки, где-то это четверть ставки, то есть то, на что идут руководства учреждения, может быть, даже нарушая какие-то там графики, нормы, но, как бы, желая иметь этот инновационный метод на сегодняшний день, да, желая иметь у себя и, как бы, предоставлять своим клиентам такие услуги, которые, в общем-то, пользуются большим спросом. Но вот поддержки у нас очередь, мы ее пока никак не можем не применить. Ну, то есть, Лариса, у вас как-то общественной организации нет, вы просто везде работаете, как бы, получается. Да, вот лично у меня общественной организации нет, была возможность вступить в Ассоциацию развития и поддержки канистерапии, я не считаю туда вступать по некоторым условиям. Есть возможность вступить в Ассоциацию анимал-терапии московскую тоже, да, туда приглашают и хотят видеть. Но, как бы, возможно, в некоторой степени я вот такой мастер-индивидуалист, да, который, вот, конечно, хотел бы создать свою школу, свою команду, свою организацию, но на пустом месте это делать сложно и возможно, и нужны какие-то дополнительные ресурсы. Мне хотелось бы, чтобы это были государственные ресурсы, чтобы государство это захотело сделать и помогло. А какой вообще, получается, перспективы этого, если собака сейчас идет как техническое средство, да, то какие там перспективы? Это же не может всегда оставаться техническим средством? Как-то ее надо вносить в средства реабилитации, в перечень? Или она там есть как собака-поводырь, да, вот это? Нет, нет, собака-поводырь – это совершенно другая история. Есть еще собаки-помощники-инвалиды, это тоже другая история. Об этом тоже сейчас много говорится, муссируется, пытаются создавать такие, ну, как бы, общества. Вот, я не знаю, понимаете, вот, я надеюсь, вот эта ассоциация развития и поддержки канистерапии, да, она очень активно занимается, вот именно как раз таки, я просто очень много работаю, чисто вот практически, да, грубо говоря, на полу, да, и мне некогда вот этим вот всем заниматься. Еще тогда я потеряю себя как мастер здесь. Там в ассоциации очень энергичные есть люди, они этим занимаются, они что-то там каждый раз пробивают, какие-то шаги в этом плане делают. Например, ими был разработан ГОСТы на собак-терапевтов. Они, правда, не обязательны, они рекомендованы к использованию, но это все-таки большой шаг, то есть есть у нас ГОСТ собаки-терапевта, и собаки, мои собаки сдавали экзамены по этому ГОСТу, да, там достаточно серьезный экзамен, собаку и палочкой для слепых тычут, и зонтик перед носом раскрывают, и под нос за спиной швыряют, стучат, кричат, хлопают, топают, и собака должна выполнять кое-какие команды, это естественно, но в первую очередь психику проверяют. То есть безопасность должна быть 200%, поэтому мы работаем вот уже больше 15 лет, у нас за все эти годы не было ни одного случая ни по вкусу, ни каких-то других нарушений техники безопасности, ни жалоб со стороны родителей, детей, не было ни разу. То есть у нас безопасность выше 100%. Ну вот я надеюсь, что ассоциация в этом плане что-то, возможно, пробьет, и у нас, как в Польше, появится специальность канистерапевт, и тогда в перечне услуг появятся канистерапевтические услуги. Мне одной, к сожалению, это не важно. Понятно. А есть какие-то определенные породы, или это не важно, главное, чтобы психика была в порядке? Значит, от породы не зависит, в любой породе может найтись уникальная собака-терапевт, даже среди, скажем так, называемых бойцовых собак, там, или охранных собак. Но понятно, что среди, допустим, лабрадоров, ретриверов, там, куделей таких собак будет больше, чем среди, там, бультерьеров, петбулей, там, кавказских овчарок. Конечно, да, в одной породе таких собак больше, в другой меньше, но, в принципе, может подойти собаку любой породы. Вот у нас тая, кроме лабрадоров, есть большая дворняга рыжая, вот, красавица. Ей уже, кстати, 12 лет, и она все еще работает. Вот, это уникальные вообще показатели. У меня был лабрадор, который 14 лет отработал, вот, его уже нет. Вот остались его дети, которым уже 10-й год. Вот, и маленький карликовый кудель у нас тая. Ну, маленькая собачка необходима в тех случаях, когда люди боятся собак, да, мы начинаем с маленькой собачки, это все-таки проще. Плюс она очень нужна при работе с колясочниками, вот, ее удобно высаживать на руки, лабрадоров все-таки тяжело в коляску поднять. Вот, очень пожилые люди любят с маленькой собачкой работу. Ну, в общем, собаки лучше все-таки иметь, ну, если вот у нас рабочая стая, иметь не одну породу, а вот несколько, да, разнообразно. Шнауцеры хорошо себя в этой породе в работу все-таки не давали. Ну, вообще, я разных не была совершенно, вплоть до редких, там, типа, хававар. Да-да, Наталья. Я просто это, может быть, я повторюсь, кто-то задавал вопрос в таком, что никаких дотаций на лечение и на продукты собакам нет, это все приходится за свою личную счетку. Да, да, ничего, вы правильно поняли, никаких дотаций нет, поэтому приходится так много работы иметь, чтобы содержать эту файлу. Ну, болеют они у нас, честно говоря, редко, да, то есть уже я действительно кинул их опытный с большим стажем, то есть мы содержим собак так, что профилактикой занимаемся, что редко они у нас болеют, конечно, хотя всякое случается. То есть они в хорошей форме, в рабочей, в традиции, психически и физически устойчиво, крепко. То есть собака для такой работы, конечно, должна быть здорово. У меня, к сожалению, младший мой пес, я не знала этого при покупке, уже в двухгодичном возрасте совершенно случайно определили порог сердца, вот, и по идее вообще собаке бы такой работать не стоило бы, но я очень внимательно за ним слежу, мы сняли, то есть у него нет никаких визуальных нарушений, то есть просто порог присутствует, а внешне это пока никак не проявляется, да. Конечно, мы снизили ему нагрузку, конечно, мы его не используем теперь в активных упражнениях, только в пассивных, вот, и нам приходится держать его на препаратах, я вам скажу, стоимость препарата 7000 в месяц, да, то есть хочешь, не хочешь, работай. А вы, получается, вначале просто были кинологом, да, и как-то потом вот к терапии пришли? Да, я начала свою, как говорится, деятельность с детства, да, то есть вот где-то лет с 12, как я вступила в клуб служебного собаководства, заброшено было все, там, музыка, танцы, сольфеджио, порт, театральный кружок, там, вот, легкая атлетика, математика, вот, осталось только математика, математическая школа у меня осталась, и из-за этого, к сожалению, я не пошла по, не сделала карьеры в плане, был такой вид спорта летней многобории с собакой, очень интересный, я хотела бы его возродить, именно очень интересный для детей, для подростков, и с особенностями в том числе, да, можно было просто упростить правила соревнований, это когда человек вместе с собакой преодолевает препятствия, и бум, и барьеры, по лесенке бежит, да, вот у нас отстроена в центре поддержка собачья площадка, я хотела, чтобы снаряды там были небольшие и удобные для наших клиентов, но, к сожалению, нам привезли снаряды классические, для классической учебно-дрессировочной площадки, поэтому на них работают только собаки, а ребята только могут управлять этими собаками, сами преодолевать они барьеры не могут, вот, и вот при этом центре, который, возможно, когда-нибудь будет, обязательно бы существовала такая площадка с небольшими какими-то легкими препятствиями для всех категорий, вот, и это было вот такой вид спорта летней многобории с собакой, вот, но, к сожалению, я там занималась, но, как бы, не пошла дальше по этой дороге, вот, вот, я, собственно, это к чему, я забыла. А как вы стали терапевтом? А, так вот, да, и я, значит, дрессировав свою собаку, выжив из нее все, что уже можно, да, а там у меня дворняшка была, ну, в общем, и курс общей дрессировки, и защитно-караульная служба, и буксировка лыжника, и вот это летнее многоборие с собакой, в общем, я уж не знала бедную, чем ее дальше замучить, года наступали 90-е, голодные, я уже была девушкой, молодой женщиной, мне стали поступать предложения, ну, на дрессировку собак, и я прошла большую школу частным дрессировщикам, сотни собак прошли через мои руки, я содержала свою учебно-дрессировочную площадку в загородной местности, вот, это окупало мое сиденье с детьми на даче летом, там, да, можно было работать при площадке. Ну, и как-то вот на эту площадку я стала приглашать ребят. Ребят? А, ну, и параллельно я закончила факультет психологии, и в 1995 году у меня был защищен диплом на кафедре социальной психологии и взаимодействие человека с собакой как психотерапевтический фактор. Для 90-х годов это была такая вообще нонсенс, вот, завкафедра изначально услышав на предзащите тему, сказал бы, что с ума сошли, у нас здесь люди, мы собаками не занимаемся, то есть эту тему, ну, благодаря моему научному руководителю Сидоренко Елене Васильевне, психолог известный, вот, она меня с этой темой, можно сказать, поддержала, провела, и это была лучшая защита дня, и конкурс студенческих работ, и рекомендации к публикации, направление в аспирантуру, ну, в общем, все там, за один диплом мне понадавали, и потом вышла через пару лет книга, она называла «Зачем человеку собака?» по мотивам этого диплома, там много интересных историй, ее в продаже, конечно, уже не найти, много лет прошло, и в интернете ее тоже нету до сих пор, вот, ну, она бывает в библиотеках, сейчас на издании библиотеки можно найти, вот, почитать. Ну, и, собственно, это был 95-97 год, вот с тех пор я этим и занимаюсь, это уже больше 20 лет, а на даче, на площадку стали приходить ребятишки, и это был первый опыт ведения таких вот тренинговых групп с участием собаки, вот, я с них брала там какой-то рубль, ну, примерно столько стоило мороженое там, да, и ребенок мог решить, купить ему мороженое в магазине или пойти на площадку с собаками подниматься, вот, ну, так, для дисциплины, вот. Ну, это была еще не терапия. Это была еще не терапия, это была, скажем так, психологическая работа с привлечением собаки, и потом она у меня вновь всплыла, когда я стала работать в Доме молодежи Купениц, а это был уже 2002-2003 год, пошли первые группы с ребятами, которые были, скажем так, мы их привлекали, годы были тяжелые, голодные, ребята зимой особенно застакивали в клуб чисто погреться, ну, такая вот, ну, шантропа, вот, шантропа, то есть ребята, как бы я сказала, сейчас из группы РИСКа, вот, из неблагополучных семей, собственно, с которыми мы сейчас занимаемся, сколько 20 лет прошло, а в основном и там мы с такими ребятами сейчас занимаемся на базе Центра социальной помощи семье и детям, полками у нас, то есть там детки без особенностей, да, в развитии, но они, к сожалению, из неблагополучных семей, дети алкоголиков, наркоманов, вот, и тогда вот такая шантропа приходила к нам в клуб, и чтобы их чем-то замотивировать, чтобы они остались в этом клубе, да, они болтались по улицам, я начала привлекать свою собаку. Ну, а постепенно, постепенно, да, в этих занятиях у нас на базе этого клуба была группа для ребят-инвалидов, вот, мы их тоже, как бы, вот, к этому процессу подключили, и потом директор Центра поддержки, когда Македон выиграли на этот день на все годы, вот, она нас пригласила к работе, собственно, уже вот с этой категорией ребят, вот, где мы работаем до сих пор, работаем уже 12 лет, то есть, наверное, вот так чисто с инвалидами мы начали 12 лет работать назад. Получается, что вы эту канистерапию сами изобрели здесь? Получается, что да, потому что, ну, мы изобрели велосипед, потому что во всем мире, к сожалению, в этом вопросе, ну, как и во многих других, от мировой цивилизации мы отстаем, от развитых стран, да, таких, как там Европа и Америка, вот, поэтому там у них все это существовало гораздо раньше, с 69-го года, когда Борис Ревенсон заметил, что в присутствии его собаки, его пациенты, он был психотерапевт, был психиатр, что его маленькие пациенты с психиатрическими нарушениями чувствуют себя лучше и ведут себя лучше, и эффективнее проходят процессы психиатрического там влияния, да, вот, в присутствии собаки. Он написал это в книге и назвал это канистерапией, вот. То есть, если, да, если строго, как говорится, придираться к терминам, то терапия, конечно, это слово лечение, вот, и она отдает все-таки больше в медицину, и метод канистерапии – это метод реабилитации. Мы не всегда занимаемся, я как психолог не всегда занимаюсь реабилитацией, я занимаюсь психологической коррекцией, вот, но ничто не мешает мне, как психологу, использовать в своей работе метод канистерапии, вот, хотя вот ассоциация развития и поддержки канистерапии, как раз в которую я не вступаю в нас в Петербурге, она очень строга в этом вопросе, и говорит, вы не канистерапевт, вы психолог с собакой. Ну, вот, пускай даже и так, просто термин очень удобный, он, естественно, прижился, и выдумывать сейчас канист-педагогику, канист-психологию, там, канист-лечебную физкультуру, там, это все достаточно сложно. Вообще в канистерапии четыре, вот, если вы сейчас на слух состояние будете воспринимать, там четыре, я не вставила этот слайд, четыре позиции. Первое – это, собственно, терапия с собакой, да, вот этот лечебный процесс, собственно, реабилитация. Второе – это обучение при помощи собаке, да, это могут педагоги, педагоги, логопеды, дефектологи использовать в своей работе, да, вот собака сидит, там, две собаки, у одной там буква А во рту, другой буква О, вот в этом слове какая буква должна быть, то или А, да, и ребенок идет и берет у собаки из зубов нужную букву, да, и это не терапия в том понятии реабилитации, да, но это помощь, потому что просто так ребенок не пойдет, а к собаке ему подойти интересно, да, просто вот как сильный мотивирующий фактор это животное используется. Потом физкультура, физическая активность с собакой, да, и у нас много в канистерапию погружаются представители ездовых собак, любители ездовых собак, представители, занимающиеся ездовой службой, они изобретают специальную амуницию, которая удобна для людей-инвалидов, детей-инвалидов, да, вот, разрабатывают и проводят, ну, занятия и соревнования, в которых могут участвовать такие дети, такие взрослые, вот, то есть это тоже отдельно. Это верхом на собаке или... Нет, нет, конечно, не верхом, конечно, нет, чаще просто пешком, потому что когда собака тянет, я вам, поскольку именно вот этим направлением я не занимаюсь, я вам очень подробно не объясню, но, как я понимаю, в тот момент, когда собака идет в натяг, собака тянет, то есть специальная шлейка закрепляется на собаке, специальный полис закрепляется на человеке, и когда собака активно двигается, и человек, особенно, там, ДЦП, там, да, допустим, какие-то ортопедические нарушения, он двигается за собакой в натяг, там работают какие-то определенные группы мышц, которые, вот, которым полезно работать, и которые, в целом, как при ипотерапии, когда человека сажают верхом, да, вот, тоже там активируются различные. Ну, плюс, конечно, могут быть, если человек может стоять на лыжах и лыжи, если не может, там какие-то сани, и даже самый эмоциональный вот этот эффект, когда ребенок во многом ограниченный, но садится в сани и, вроде как, управляет собакой, которая его ведет, да, это же тоже совершенно замечательные такие вещи, вот, очень приятные. Можем ли мы это называть терапией? Ну, в каждой ситуации надо смотреть, да, вот, терапия – это, конечно, процесс, который имеет цели, задачи и предполагаемый результат, достигли мы результата или не достигли. Вот, то есть, если мы результата достигли случайно, ну, можно поспорить, было это терапией или не было. Вот, поэтому вот такое еще направление. Выпотерапии тоже не всегда сажают верхом, да, есть такие методики выпотерапии, когда человек просто обнимает лошадь. Считается, что вот размер тела человека и тела лошади – это соизмеримо грудному ребенку и матери, да, и когда взрослый человек обнимает лошадь и там с ней как-то духовно-душевно соединяется, то он как бы попадает в то состояние, когда он был в грудничковом периоде, да, обнимал свою мать, ну, и это, как психологам вам понятно, да, стимулирует разные процессы. Вот, поэтому, ну, собственно, я опять куда-то ушла. Это вы перечисляли, что входит в канистерапию, да, вот эти четыре? А, и последнее, да, это, наверное, последнее, четвертое – это типа досуговые. Досуговые какие-то массовые мероприятия. То есть это все будет считаться канистерапией? Да, это четыре вида, да, четыре, ну, да, это все четыре подвида. А вот то, что вы рассказывали, когда дети дрессируют собак, вот это вот мне очень впечатлило. Действительно, важно же для того, чтобы дрессировать собаку, нужно сначала себя воспитать. Конечно, при том, что они, конечно, собак наших не дрессируют, вот, они учатся управлять обученной собакой. Собаки уже обучены, если ребенку подсунуть собаку не обученную, он вряд ли справится. И когда родители приглашают, допустим, вот меня приглашают сейчас там к 10-летнему ребенку, да, у которого щеночек там, да, и я вижу, что ребенок, 10-летние дети тоже бывают разные, да. Кто-то в 10 лет у меня сын, ну, он сын дрессировщицы, поэтому, естественно, в 10 лет он уже там мог брать деньги за дрессировку щенка, да, уже на этом подрабатывал. То другой ребенок в 10 лет еще очень инфантильный, и чтобы он справился с собакой, которая, извините, имеет свои зубы, когти, свой характер, свои инстинкты, да, это на самом деле очень редко бывает, да, чтобы вот такой целеустремленный, терпеливый ребенок попался, который действительно реально может собаку чему-то научить. Если он отзанимался у меня в группе там год или несколько лет, да, у него способность это возрастает. Вот. Если он никогда раньше этого не делал, этот процесс очень сложный. Поэтому родителям я все-таки рекомендую обучить собаку самим, а потом уже своего ребенка... Да, да, я просто сказала дрессировать, но в смысле управлять собакой, да, для того, чтобы управлять собакой, нужно управлять собой. Вот эта вот связка... Это очень ему нравится. Очень ему нравится. Потому что, понимаете, вот эта ветвь, вспомните, вектор, да, ну, вот шкалу, которую... Не шкалу, а ось координат, которую я вам нарисовала. Вот. Вот этот вектор управления собакой, ну, неважно чем, просто управление. Это появляется раньше, чем осознание. Это проявляется еще до рождения ребенка. Еще вот пока он находится в теле матери, извините, в животе, да, матери, он уже управляет. Он дрыгнул ножкой, мама повернулась. Он дрыгнул другой. Мамочка пошла покушала, его покормила, да. Он начал там скакать и прыгать. Вся семья вокруг собралась, уси-пуси, ля-ля-ля, животик гладим, все радуются, да. То есть даже там вот еще будете вот в пренатальном этом периоде, да, уже ребенок управляет, уже управляет другими людьми. Поэтому вот этот вектор управления, он как бы изначально. То есть ребенок может не осознавать, да, у нас ребенок может быть, ну, извините, там, глубокий аутист, да, допустим, да. Он вообще с этим миром плохо контактирует, да, но некий элемент управления уже в нем присутствует. Ну, то есть причина следственной связи, когда он является причиной чего-то. Это, да, это скорее вот этот метод, конечно, он относится к поведенческой терапии, да. То есть когда мы не осознание причин, откуда-то не из глубины идем к поведенческим изменениям, а с точностью наоборот. То есть мы начинаем, ну, как закон Джеймса Ланги, да, улыбнись, и тебе станет веселее. То есть мы начинаем работать. Вот, у меня есть пример девочки, которая с нами уже лет 8, наверное. Вот, она не может ходить сама койту при поддержке матери. И, ну, у них ДЦП. Вот. И все эти, все движения ей, ходьба ей давались всегда очень тяжело через боль. Через боль тяжело, да. И заставить ее специально ходить, и специально делать какие-то упражнения, понятно, что очень сложно. Вот. Но собакой, вот она поводок берет в руки, да, зубы сжала и пошла. И собаке нужно и наклониться, и повернуться. Ну, в общем, производить всякие действия, моторика осуществлять. Поэтому мы достигли больших успехов в занятиях. То есть ребенок сильно изменился, и структура его тела, и подвижность выросли в разы. Да. Еще, знаете, у меня вопрос последний. Это, конечно, не входит в нашу задачу этого круглого стола, но про пожилых. Может, вы скажете пару слов, как вы с ними и где работаете? Да, скажу с удовольствием, потому что год мы уже отработали. Это Дом ветеранов науки в Пушкине, известное заведение. Туда раньше помещались наши великие педагоги, наш профессорско-преподавательский состав наших университетов, ну, и тут это все годы. Потому что часто люди такие действительно увлеченные наукой, не всегда создавали семью, оставались одинокими. И, в общем-то, это было очень достойное место, чтобы достойно, как говорится, встретить старость. Сейчас, конечно, это заведение, оно более широко работает. Там и большой спектр коммерческих услуг. Люди приезжают со всей страны, то есть оно имеет славные традиции и как бы пользуется и сейчас большим уважением. Вот, у населения. Там есть как бы вот две категории, получается. То есть те пожилые люди, которые живут там постоянно, они действительно одинокие, живут там постоянно. Я скажу самому старшему моему клиенту 101 год. Вот, но поскольку это вот в большей степени наша интеллигенция, профессорско-преподавательский состав, они до старости сохраняют ясность ума. Это люди с чувством юмора, да, то есть с ними на самом деле очень интересно и приятно работать. Вот, и есть второй, ну, как бы другой вид контингента. Это те, кто приезжают туда буквально на месяц, как в санаторий, санаторно-курортное лечение. Вот, приезжают со всей страны. И, в общем-то, тоже люди, ну, я не скажу, что, может быть, все они имеют отношение к науке, но, в общем, каким-то образом узнавшие про это заведение, да, и решившие получить от него услуги. Мы сталкиваемся с большими сложностями, потому что мы приезжаем туда раз в неделю, и группа у нас сборная. И в ней участвуют и те, кто уже, кого мы знаем давно, и те, кто живут постоянно, вот, и те, кто буквально у нас появится два-три раза, пару-тройку раз, да, поэтому в отношении тех людей, кто приезжает ненадолго, у нас, наверное, все-таки больше такая досуговая, досуговая деятельность, мы их знакомим с собаками, обмениваемся впечатлением, позитивные эмоции там, ну, вот, что-то такое. Вот, те, кто живет постоянно, мы им стараемся все-таки как-то по программе идти, у меня, естественно, свои программы всякие разные написаны на разные случаи жизни, вот, и мы стараемся все-таки какой-то динамикой от них добиться. Ну, вот, например, была чудная история, когда у нас, а, еще сложно тем, что половина группы, если там, допустим, человек 12 собирается, да, половина ходячих, половина сидящих в кресле, да, вот, это тоже дополнительная сложность, что нужно охватить и тех, и других. И вот такая одна пожилая дама, вот, она разрешила выставлять свои фотографии, я возила доклад, я делала доклад на эту тему весной, осенью прошлого года, год назад, в нашем Санкт-Петербургском государственном университете на Ананевских чтениях, вот, потом я возила этот же доклад в Москву дважды, на разные конференции, поэтому, как бы, я могу называть эту даму, Серафима Алексеевна, чудная, значит, пожилая дама, около 90 лет ей, вот, и она приезжала, ну, ее привозили, мы все равно стараемся говорить, приходила на наши занятия, не важно, что на коляске, да, она приходила на наши занятия на коляске, вот как-то раз мне наука, медперсонал шепнул, что вообще-то она может ходить, а мы и не знали, ну, сидит человек и сидит, как бы, да, и ничего от нее не требовали, и вот нам поставили задачу руководства этого учреждения, что, как бы, неплохо было бы ее все-таки поднять и расходить, то есть, в принципе, она это делать может, но боится в силу своего, вот, уже возраста и особенностей там, типки. И вот мы потихоньку, у меня есть видеоматериал на эту тему, ну, думаю, сейчас вы мне поверите на слово, мы ее потихонечку с кресла начали поднимать, мы ей поводочек в руки стали давать, собаки у меня работают очень аккуратно, ну, и все равно они все разные собаки, поэтому я выбирала ту, которая самая аккуратная, да, вот, и поначалу она ходила при нашей поддержке, потом она ходила уже без нашей поддержки, вцепившись в поводок, хотя, конечно, за поводок удержаться, по сути, нельзя, но, в общем, мы ее расходили, у меня вот видеоматериалы, когда она сидит, когда она ходит с поддержкой, когда она ходит без поддержки, и даже она по команде кругом научилась разворачиваться на 180 градусов вместе с собакой и возвращаться обратно. Ну, вот, да, такие достижения, ну, это вот как один, один как пример. Хотя там, конечно, мы стараемся больше, ну, двигательный, активный двигательный, ну, как бы, это душевный компонент очень важен. Они все-таки живут там, скажем так, в четырех стенах, вот, и среди знакомого контингента, который ежедневный, постоянный, да, там нянечки, санитарки, там нет работники, сотрудники, и приезд наших собак хотя бы раз в неделю, хотя бы на час, это вот такое событие, которое не может остаться незаметным, вот, и люди с удовольствием на такие занятия ходят. Хотя мы не показываем цирк, у меня, к сожалению, собаки, видимо, у меня не хватает времени, не обучены никакой цирковой дрессировки, да, то есть они вот не могут выступать, какие-то показательные выступления давать, то есть, ну, это уже, им это и не надо. Могут общаться, главное. Ну, вот, наверное, как-то так. Да, спасибо большое, Лариса, у нас прям получилось с вами интервью. Так мне приятно, видите, я на эту тему могу говорить бесконечно, вот, это дело всей моей жизни, поэтому... Спасибо, и я сейчас вот как раз, пока вас спрашивала, я поняла, что раз я это записываю, то я это вам просто сейчас выложу по закрытой ссылке, и пришлю, и будет возможность и у вас это иметь, и я думаю, что вы разрешите это показывать. Я думаю, что и в открытой ссылке, пускай люди знают, да, потому что я 20 лет этим занимаюсь, люди все удивляются, да, как, ой, мы не знали, ой, мы не слышали, да. Я в университет по этому хожу, да, альма-мандер, я стараюсь на анализских чтениях там хотя бы раз будут выступить, чтобы хотя бы люди знали, что такое существует, да. Хорошо. Хорошо, спасибо, очень удачно, правда, коллеги, у нас получился семинар прям пока не с терапией. Ну, уж перетянуло на себя, да, больше внимания. Ну, потому что это, конечно, это, в общем, действительно эксклюзивная какая-то абсолютно деятельность. Я еще скажу, что это мое первое выступление в Зуме, да, поскольку человек, я больше собачий, чем компьютерный, вот, я сегодня очень волновалась, еще отсутствовал методист, и это ее компьютер, мы не могли подключиться, в общем, вот такая началась, значит, паника и все, но в итоге все получилось. Да, все прекрасно получилось. Я рада, что у меня тюрьмит мой состоялся. Да, да. Спасибо огромное. Коллеги, всем большое спасибо за участие. Коллегам спасибо, я с удовольствием тоже послушала, потому что я не компьютерный человек, я отвыкла от общения за этот год с коллегами. Извините. Да, 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 нет, все, на самом деле, все, хочу всех поблагодарить за участие, у вас просто такая организационная часть, вы все зарегистрировались, то есть у нас-то я этот, подаю регистрационный лист в наш отдел, где собирают данные в течение года, просто кто на каком семинаре был. Если вам для чего-то отдельно нужно, что вы сегодня были там, выступали, я там укажу, что вы выступающие, да, кто выступал, вот, и вам для какой-нибудь аттестации понадобится отдельная справка, то я вам тоже по имейлу напишите мне, я вам пришлю мейл, по которому вам надо, там на сайте центра семья есть кнопка, где надо сделать запрос на такую справку. Вот, вы сделаете. А сейчас справка не помешает, да, по всем местам. Как слушатель нельзя такое? Нет, как слушатель тоже можно. Да, да. Спасибо. То есть это просто уже не ко мне, а там в другие отделы. Вот. Ну что ж. А могу я еще Ларисе задать вопрос? Два, пожалуйста. Каких-то публичных, может быть, ресурсов, или вам можно как-то посодействовать в вашей деятельности? Есть что-то такое? А что конкретно вы хотите? Смотрите, мой вопрос, два вопроса вообще. Есть ли какие-то публичные ресурсы, вроде социальных сетей, в которых, сообщества, например, в которых люди могут узнать о деятельности вообще конкретного, вот, канистеропевта в Санкт-Петербурге. И можно ли чем-то посодействовать? Например, как можно прийти к вам волонтерам, или в каких-то других аспектах посодействовать? Ну, это просто лично ко мне надо прийти. Свяжитесь, найдите меня в ВКонтакте, допустим, или... Ну, то есть, я так понимаю, вопрос звучит, нужны ли вам волонтеры? Волонтеры вообще? Ну, вот смотрите, да, с одной стороны, нам волонтеры нужны, но сейчас такая ситуация, что все равно мало куда пускают. Меня-то не везде уже, вот не все организации, например, дом ветеранов не пускает сейчас, да, вот, в Петергофе с детским домом, к сожалению, мы расстались пока, хотя о секретах, вот, ну, как бы, ну, очень душевно мы расстались, да, человек совершенно замечательный, но их поставили в такие условия, значит, мы вынуждены были написать показы. Вот, поэтому лишний раз еще провести волонтера, вот, это всегда бывает просто, то есть, нужна там медкнижка, клюшка, анализ на ковид на сегодняшний день, там, да, вот, поэтому, с одной стороны, нужны, с другой стороны, пока, мне трудно использовать даже волонтеров, я говорю, меня, слава богу, отпускают, и то не везде, да, сейчас с кем-то еще могут. Слушайте, а так, наверное, сейчас нужно обрабатывать собак, там, как-то, спиртом, как это все. Слушайте, ну вот, нет, понимаете, вот, где у нас сейчас живая работа ведется с клиентами, да, это вот центр помощи семье и детям, у них не закрыли работу, потому что, считает, раз семьи находятся в тяжелой жизненной ситуации, да, не благополучные семьи, то работать с ними нужно независимо от всяких жизненных факторов, поэтому там мы работаем с ребятами, ну, понимаете, вот детки из неблагополучных семей, да, они приходят сами далеко необработанные, иной раз думают, чтобы собака там лишний раз, как говорится, извините, не испачкалась от ребенка, да, скажем так, вот, поэтому в детский дом как-то вот они, которые фавловские, они тоже спокойно стали, они нас полгода не пускали, сейчас с осени начали пускать, и относятся к этому, ну, что ж поделаешь, да, жизнь она такая, ничего не поделаешь, собаки, говорят, что собаки могут быть переносчиком инфекции, вот, конкретно COVID-19, вот, но сами вроде как не болеют, до сих пор я слышала такую историю, потом я услышала историю, что все-таки какая-то собака заболела, от ребенка заразилась, ну, насколько она правдива, там, не знаю, вот, поэтому, ну, они могут быть собаки так же переносчиками, как мы с вами, да, ну, прызгалка, да, вот, побрызгали мы там, побрызгали, я тут немножко покрутилась автоволонтером, да, и тоже вот от поликлиники подвозить врача вызову, мне кажется, тут риск больше, допустим, да, то есть врач сходил к больному, он вернулся, сел к тебе в машину, да, и вот ты, поэтому я каждый раз врач выходила, я всю машину, значит, побрызгаю, врач возвращается, я, значит, опять, ну, собак, да, можно их так побрызгать слегка, чтобы там в нос в глаз не попадало, ну, какой-то вот прямо совсем там серьезный, там, маски мы на ней надеваем, так что, Яна, да, я буду рада готовить, я с удовольствием, я почему-то сказала, что в доме молодежи, а сейчас дом молодежи закрыт, в отличие от центра поддержка и от этого центра помощи семье и детям, он закрыт для пуска клиентов, мы свою программу по подготовке волонтеров не можем вести, поэтому у меня осталось несколько человек, таких вот, уколкинских совсем приверженцев, да, я их потихоньку с собой так беру куда-то где-то, ну, вот официально как бы сейчас пока не могу. Вы сказали, что с вами в контакте можно, если что, связаться, это вот просто не написано, фамилия еще разносина. Я не могу, к сожалению, вот, хозяинова Лариса Владимировна, набирайте хозяинова Лариса, вот, и там в контакте я такая, в фиолетовой кофточке, с веточкой сирени, в чате написано, посмотрите. Может быть, где-то написано, да, я, к сожалению, не могу. Поэтому, да, заходите на страничку, там, друзья, там, как бы, вот, у меня там открыты две группы по канистерапии, но это чисто вот рабочие группы для клиентов нашего центра, когда мы на удаленке, я там выставляла информацию, да, там истории про наших собак, фотографии, видео, да, можно все это, конечно, посмотреть, одна группа называется друг для друга, они идентичные, да, туда можно войти, а вторая закрытая, вот, друг для друга. И еще там, у меня психологическая страничка есть от Дома молодежи, там очень хорошие родительские курсы выставлены, вот, если вы мамочки, там, да, или, ну, или вообще с детками работаете, да, чудная программа, это уже не имеет отношения к собакам совершенно, просто я ее люблю, и по этой методике я и своих детей воспитывала, и я считаю, что это очень классный инструмент, она очень структурированная, изначально американская, но уже давно адаптированная к нашей аудитории, и дети родителей инвалидов у меня проходили эту программу, то есть, когда была возможность, я вела родительские группы, эти родительские курсы оффлайн, да, вот, реально, а сейчас вот... Это какая-то поведенческая методика? Да, я считаю, как дрессировщик, что она поведенческая, поэтому она мне нравится, она очень структурированная, то есть ребенок делает так, делай раз, делай два, делай три, очень четкая, очень структурированная, вот, мне она очень нравится, я ее вот, я поэтому с удовольствием ее выставила, вот, в этой психологической страничке, вот. И вы, наверное, знаете же эту книгу «Не рычите на собаку», да? Конечно, Карин Прайер, да, «Не рычите на собаку», позитивная, на позитивном подкреплении, все построено, и здесь тоже вот эта программа, да, она поведенческая, она тоже на подкреплении, там написано, что существуют отрицательные последствия, да, и есть положительные последствия, если ребенок понимает, что за тем или иным поведением его следует либо отрицательное подкрепление, либо положительное, ну, давайте уж совсем так, это методика по дрессировке детей, да, но по дрессировке в хорошем смысле, то есть очень грамотная, правильная, я вот как... Да, на этом основана методика поведенческой терапии для аутистов, собственно говоря. Да, я ее очень рекомендую, совершенно чудная вещь, вот дети мои уже выросли, у меня сыновьям уже по 30 лет, да, и они... Чудные совершенно, ребята. Ну, то есть еще и с этим вопросом можно вас приглашать к семинарам, как? Можно, да, родительские курсы, я с удовольствием, как бы, там она обширная, там много блоков, но там отдельно профилактическое обучение, отдельно корректирующее, отдельно обучение самоконтролю, эффективная похвала, то есть все это. И, Лариса, вы могли бы такой семинар провести, например, в Центре семья для психологов? Да, могла бы. Я Центру семья, еще, знаете, вот, когда Центр семья был по старому адресу на Московском проспекте, еще в те годы я туда приезжала и предлагала себя во всех своих препостасиях, ради бога, пожалуйста, да, вот, если интересно, то, пожалуйста, и оба. Да, потому что в канистерапии, конечно, нужно иметь собаку, а вот эти тренинги для родителей были бы очень, я думаю, востребованы. Да, в подростковых, у меня на базе Дома молодежи, значит, модульная программа из 12 модулей, называется социальный марафон, там просто социальные психологические тренинги, 12 блоков, и от лидерских качеств до создания команды, развития речи, я же и бизнес-тренером работала в своей жизни, да, в финской компании, то есть опыт у меня очень большой, и в центре, у нас есть чудесный в городе, если тоже, может, не слышим, центр тренинга и консультирования 12 коллегий, совершенно замечательная организация, я проходила там в свое время большую практику, я там работала и выезжала с детьми в лагеря, без всяких собак, значит, соответственно, мы вели с детьми тренинги развития речи, со взрослыми общаться я могу, ну, в общем, всякие разные, коммерческие, государственные, вот, поэтому опыт, я в большей степени у меня тренинг, опыт тренинговой работы у меня большой, ну, как бы, консультирование, естественно, я тоже занимаюсь, двое молодежи, у меня свой кабинет, у меня есть приемные часы, и на консультацию, ко мне можно прийти, как к психологу, просто по любому вопросу, как вы все успеваете, только один вопрос, ну, да, как-то успеваю, три собаки, две машины, две дачи, загородная база, вот, это был коммерческий проект, я им горжусь, потому что много ребят побывало у меня уже, на этой загородной базе, мы проводили там тренинги самоорганизации, самоопределения, то есть ребята приезжают, они делают все сами, говорят, как, я не готовлю, там не убираю, они все готовят, и убирают, и сами распределяют обязанности, плюс собаками они еще должны уйти, ну, они приезжают, зато оттуда через неделю, родители не узнают. Потрясающе. Ну что ж, коллеги, спасибо огромное за участие всем, ну, прежде всего, и Ларисе за огромный, прекрасный рассказ. Спасибо, я действительно соскучилась по общению с коллегами. Я и думаю, что мы теперь от вас не отстанем и попросим семинар провести, да? Если это еще поможет моя активная деятельность в вашей организации, да, мне поможет каким-то образом все-таки продвигать вот этот проект, там, по созданию какого-то центра, может быть, там, да, организм строительства. Я уже начинаю терять надежду, да, но это необходимо, и Митянина сказал, такое будет. Ну, это, я так понимаю, это зависит от этого, от строительства, поэтому здесь, ну... Может быть, другие какие-то пути, что мы не будем ждать столько лет пока там, может быть, у меня даже помещение, понимаете, мы в Доме молодежи работали 15 лет в шикарном зале, вот там часть фотографий сделана в таком красивом зале с колоннами. Полтора года назад у меня зал отобрали. Естественно, я обратилась в администрацию. Естественно, я этот вопрос как бы не оставляю, да, но при всем при этом на следующий день вот такого хорошего помещения, как этот зал был, у меня даже такого нет. Вот волонтеров, я готова с волонтерами заниматься, негде, негде, понимаете, негде. На улице вот мороз, там холод, невозможно, собакотерапевт должна работать в помещении, даже экзамены они сдают в помещении, собака не может экзамен сдавать на улице, она должна сдать экзамены в помещении. Мы попробовали в прошлом году заниматься на базе интерната, у нас в Кулкино есть интернат, но там, к сожалению, все-таки это закрытое учреждение, и там возникли все-таки сложности, потому что, когда со всего района ведут люди, идут со своими собаками, расположен он в таком густонаселенном каком месте, и территория, она не совсем подходит для такой работы, а зала там тоже не нашлось. В общем, пока, к сожалению, я немножко в панике, потому что даже если пандемия закончится, я даже все равно четкого места, куда бы я могла Яну, например, пригласить, и других желающих, которые мне нужны, я уже одна не справляюсь. Меня пока нет. Понятно. Мне с этим что-то надо делать. Администрация в курсе района, да, они говорят, мы делаем все возможное. Ну, во всяком случае, мы со своей стороны будем вас продвигать дальше и больше, и, может быть, это как-то вам поможет. Спасибо большое. Сейчас я думаю, что я просто вырежу это на отдельное интервью с вами, получится как такой фильм. Хорошо. Да, кому интересно, я могу прислать, вот, ну, если свяжетесь со мной через контакт, там, да, я могу прислать интересные, хорошие видеоматериалы и другие доклады. В Литве я выступала, не хвастаюсь, да, просто действительно очень хороший доклад именно о работе психолога, психолога и собака, да, полчаса в Литве, шикарно, кстати, есть в Ютубе, в Ютубе есть, могу и не присылать, знаете, хозяина Ларисы, в Ютубе, да, доклад в Литве. И плюс своих, у нас был фильм сделан специально, мы наняли хорошего, ну, познакомились с хорошим режиссером, видеосъемщиком, он снял 10-минутный фильм, фильм совершенно замечательный, мы поехали с ним два года назад в Сочи на конкурс, конкурс там на лучшую презентацию, учреждение, ну, что-то такое, вот, и он стал лауреатом, лауреатом сочинского фестиваля. В Ютубе есть, да? Нет, а вот этого нету, наверное, это наша личная коммерческая центра поддержка собственность, да, поэтому сильно мы им не разбрасываемся, но как бы в личном сообщении я могу его переслать, хороший фильм, вот, плюс мои, ну, еще какие-то видеосъемки хорошие, по работе с, есть очень хорошее видео по работе с тяжелыми множественными нарушениями, ребеночек очень сложный, хрустальный мальчик, вот, из детского дома 4, есть хорошее видео, и из дома молодежи, вот в этом зале, который мы все потеряли, к сожалению, там есть хорошие 15 минуты, я сейчас еще вспомнила какой-то проект же сейчас есть, когда дети читают собакам, да, да, это у нас в Питере есть компания, она называется собаки для жизни, кроме вот этого, они тоже вышли из этой ассоциации развития и поддержки, не удержались там, вот, к сожалению, там сложно удержаться, по разным причинам, и они организовали свою, ну, это коммерческая, ну, такая относительно коммерческая, относительно вот гранта, ну, волонтерская, то есть они не работают на вот службе, вот, но это есть такая волонтерская организация собаки для жизни, и они получили грант как раз под эту программу, вот, собаки гав, нет, ну, в общем, чтение собакам, они охватили несколько библиотек, как раз вот больше на севере, вот, и там проводят, да, такие чтения, но это будет как раз тот пункт, помните, я перечисляла, четыре есть раздела, включение с помощью собак, включение с помощью собаки, то есть, с дизлексией мечтают собакам, да, с удовольствием читают, у нас открылась новая библиотека навороченная в Холкино, и мы как бы тоже думали, там тоже такой проект замутить, что называется, ну, просто вот, во-первых, события, да, вот эти, наверное, не хватает просто ресурсов, чтобы еще этим заняться, на самом деле, ничего сложного, такую работу организовать, ничего сложного, собаки там требуют, а у меня вопрос, можно остальному участнику, а у вас собаки есть, у кого нет собака, у кого нет, ну, ладно, вдвойне, у меня была собака, две собаки было, а сейчас обоих нет, как раз пудель и спаниель, хорошие породы, конечно, умные, хотя карлика мы вот взяли впервые, у меня всегда крупные были, я кинолог по сути, я помимо психологии, я еще 20 лет в охране отработала по ночам, с огромными собаками, кавказцами, азиатами, действительно страшными, да, и шрамов нам не хватает, вот, ну, и первый раз в жизни мы взяли, вот, карлика, пуделя, боже, мы, конечно, ее испортили, как рабочую собаку, во-первых, мы ее передержали на груди, ну, она работает, да, но она могла бы работать лучше, вот, то есть она слишком на нас, ну, на меня, на мою коллегу, она слишком завязана, слишком привязана, терапевта нельзя к себе очень сильно привязывать, он должен работать хорошо с другими людьми, он должен любить своих клиентов, так же, как мы психологи, если они не любят своих клиентов, это не получится, собака терапевта, вот, а она все-таки больше к нам привязана, и вторая ошибка, она дважды, поскольку у нее уникальный окрас, и нам было это интересно, мы дважды ее вязали, и она приносила щенков, и я скажу, что именно этой собаке ей больше понравилось, быть матерью, то есть люди, люди в большей степени вынуждены совмещать и то, и другое, и профессиональный рост, и материнские функции, обязанности собаки, это удается сложнее все-таки, вот, поэтому рекомендую те собаки, которые рожают, что они уже в терапии, как работники, они себя теряют, она нам дважды деток приносила, ей понравилось быть матерью, она прекрасная мать, и она говорит, я хочу быть матерью, я хочу сидеть дома, воспитывать детей, я не хочу ходить на работу, ну, ходит, а куда деваться-то, кушать надо, ходит, ну, хорошо, коллеги, спасибо большое, будем на связи, вот там, если что, Лариса свой телефон написала, тоже можете, а может быть, да, мне Алексей Витальевич там писал, да, кому нужно, да, и телефон тоже есть, можно, и телефон, да, 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 значит, у всех есть мой адрес, и кому нужна справка, я вам вышлю там, как ее получить, как выступать, ну, вот мне нужна, вышлите хотя бы на это, на поддержку, да, да, хорошо, и мне в принципе нужна, я думаю, я не нужна, да, 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 хорошо, можно уже нас иметь видом, хорошо, хорошо, тогда мы не будем писать, да, хорошо, да, ну, тогда спасибо большое, была рада увидеть, познакомиться, новые лица, новую информацию, взаимно, взаимно, Лариса, да, будем на связи, спасибо, всего доброго, всего доброго, до новых встреч,